Партнер программы новости – клуб танцевального спорта «Лунапарк». Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. Студия Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Итоги исполнения краевого бюджета подвели в Туапсе. Несанкционированная торговля в городе, контрольные рейды продолжаются. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. Во вторник, 18 июня, в Туапсе прошли выездные парламентские слушания по обсуждению итогов исполнения краевого бюджета за прошлый год. В них приняли участие представители всех муниципальных образований края – депутаты, главы районов и сельских округов, представители ТОСов и СМИ. Обсуждение бюджета края с привлечением широкой общественности стало уже традиционным. Но вопрос о том, как был исполнен бюджет 2012 года, на выездные парламентские слушания был вынесен впервые. Обсуждение краевого бюджета стало традицией проводить в Туапсе летом. За окнами цветут магнолии, а в холле городского домокультуры играет симфонический оркестр, что придает такому событию особую праздничную атмосферу. Цель выездных парламентских слушаний – объяснить избирателям, налогоплательщикам, куда направлялись бюджетные средства и к какому результату привело финансирование тех или иных программ. То есть дать возможность проанализировать эффективность бюджетной политики края. Объем доходов консолидированного краевого бюджета с учетом федеральных средств по итогам 2012 года достиг 245 миллиардов рублей. А собственные доходы консолидированного бюджета края – более 174 миллиардов рублей. В результате исполнения краевого бюджета за прошлый год удалось добиться повышения заработной платы работников госучреждений на 6,5%. Профинансированы надбавки к заработной плате от 3 до 6 тысяч рублей. Также профинансированы краевые целевые программы, государственные инвестиционные проекты, реализуемые на территории края. В экономике региона привлечено почти 80 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал. А если с иностранными инвестициями, то эта цифра превысила 1 триллион. И поэтому показатели государственных драйв по объему инвестиций также занимают ведущие профессии в Российской Федерации. Расходы на образование составили 35,5 миллиардов рублей. На Кубани активно строятся детские сады. За прошлый год капитально отремонтированы 25 дошкольных учреждений. Построено 75 спортзалов. Уже с 2014 года весь образовательный процесс будет финансироваться за счет средств края. На развитие здравоохранения затрачено почти 43 миллиарда рублей. 14 из них перечислено на страхование неработающего населения. Около 2 миллиардов рублей на обеспечение бесплатными лекарствами. И почти полтора миллиарда рублей на развитие высокотехнологичной помощи. Что же касается социальной политики, то здесь было израсходовано 42,6 миллиардов рублей. Более 15 миллиардов ушло на оказание помощи пострадавшим в результате наводнения в Крымске. Финансовую помощь получили 86 тысяч человек. На отрасль культура было направлено более 3 миллиардов рублей. За прошлый год отремонтировано 15 клубных учреждений в городах и районах края. На развитие сельскохозяйственного производства ушло 7,6 миллиардов рублей. 464 миллиона было направлено в муниципальное образование на поддержку крестьянско-фермерских хозяйств ИЛПХ. Примером такой финансовой помощи стал доклад анапского индивидуального предпринимателя Владимира Вильямса. Отраслью животноводства он занимается с 2003 года. Начал свою деятельность с малого. Разведение и откорма на личном подворье свиней и рогатого скота. С годами успешно увеличивал поголовье. Стартовым капиталом для развития его бизнеса послужили бюджетные субсидии. Уже 8 лет на территории государственного края существует и успешно работает программа государственной поддержки малых форм сельскохозяйственными. И мои коллеги получают бюджетные средства по таким направлениям, как субсидирование производства мяса и молока, производительность сельскохозяйственных животных и птиц, строительство теплиц, приобретение капельного орошения, возврат части суммы, плачевых процентов полученных пяти. В ходе пресс-конференции председатель ЗАИСКО Края Владимир Бикетов сакцентировал внимание журналистов на работу крестьянско-фермерских хозяйств ИЛПХ. Выступление предпринимателя из Анапы стало явным доказательством того, что при желании работать все складывается удачно. Мы с вами слышали выступление, я второй раз возвращаюсь к этому, предпринимателю из города Анапы. На мой взгляд, это образец того, как человек должен относиться к тому делу, которым он занимается. В чем его сила? Он понял, что он работает не на кого-то, не на рынок, он работает на свою семью. И сегодня рынок, у него вот востребовал свинину, он ее производил и сказал, Высокорентабельное производство. В то время как есть такие, которые говорят, убыточно, потому что он не умеет работать. Анализ использования краевого бюджета дает возможность реально оценить, как подходить к формированию бюджета будущего года. И чем лучше будут работать кубанцы, тем эффективнее будет наполняемость бюджета края. В Анапе продолжаются контрольные рейды по пресечению незаконной торговли. Нарушители правил честного рынка на замечания реагируют по-разному. Кто-то молча собирает вещи и исправляет ошибки, кто-то угрожает расправиться с комиссией и нашей съемочной группой. Чем завершился очередной рейд, узнаете прямо сейчас. На улице крепостной комиссия обратила внимание на объект, где осуществляется торговля продовольственными товарами, хотя сам объект размещен без разрешения. Нарушение прав и законов торговли видно сразу. Отсутствует уголок потребителя, нет книги отзывов и предложений, ценники на товар оформлены неправильно. Закон Краснодарского края об административных правонарушениях предусматривает ответственность. От предупреждения до значительных штрафов. Оперативные меры реагирования в данном случае принимают не только органы местного самоуправления ОВД, но и в том числе Роспотребнадзор. Цель этих рейдов – пресечение нелегальной торговли, поскольку нелегальная торговля за собой влечет в первую очередь опасность для жизни и здоровья анапчан и гостей города Анапы. Это с одной стороны. А с другой стороны, по сути дела, создают неравные условия для хозяйствующих субъектов. Специалисты администрации составили акт осмотра объекта, выписали протокол о административном правонарушении, который будет принят на рассмотрение административной комиссии. Алина Гумерова, Андрей Стародубцев, Анапа, регион. В администрации города-курорта прошло селекторное совещание по борьбе с незаконной миграцией и ростом преступности среди выходцев из других государств. Руководители служб разрабатывали программу эффективного решения проблемы на краевом уровне. Без иностранной рабочей силы не обойтись, но как укротить своеволие непрошенных гостей? Итоги совещания в сюжете Алины Гумеровой. Мэр Анапы Сергей Сергеев высказал недовольство ситуации в городе по миграционным процессам. Пока службы работают малоэффективно. Подвижки есть, но этого мало, считает глава города. Перед службами, контролирующими незаконную миграцию, поставлена задача еще более жестко бороться с этим явлением. Полиции необходимо усилить и повседневный контроль за ситуацией в городе. Еще один острый вопрос – несанкционированная торговля. Сергей Сергеев подчеркнул, а на общание высказывают массу претензий по вопросам незаконной торговли. Мэр Анапы потребовал усилить работу в этом направлении, чаще проводить рейды совместно с налоговой инспекцией. У нас вот сейчас выйдем, два квартала с земли торгуют котлетами, понимаете? Ну я понимаю, малина там еще, ягоды какие-то, да? Ну котлеты, дорогие друзья, мы что ждем? Куры жарим. Заместитель Мэра Анапы Сергей Козлов доложил о работе в сфере незаконной миграции, как контролируется пребывание иностранных граждан в Анапе. Ряд писем отправлено в налоговую инспекцию, в транспортную полицию и природоохранную прокуратуру. Службы должны проверить места, где компактно проживают иностранцы, узнать на каком основании они прописаны. Задача же транспортной полиции – дежурить на ЖД вокзале, отслеживать потоки новых мигрантов. Если у нас в ближайшие дни что-то не изменится, я выйду на главную проблему. Не может так продолжаться. Еще нет пика, уже бардак. На совещании также решили более активно привлекать к этой работе и общественность. Ни один сигнал нельзя оставлять без внимания. О местах проживания незаконных трудовых мигрантов и строительных объектов, где массово применяется иностранная рабочая сила, для мер оперативного реагирования можно сообщать по телефону 8 861 33 3721 и в ночное время 02. Алина Гумерова, Андрей Стародубцев, Анапа, Регион. Депутаты, председатели ТОСов, экологи, ветераны и почетные граждане Анапы, представители общественных организаций и казачества рассматривали на совете три вопроса. О плане работы совета, о совместных действиях общественности по обеспечению межнациональной стабильности и об организации дорожно-транспортного движения в курортный сезон. Подробности у Ларисы Басовой. В работе общественного совета принял участие глава города-курорта Сергей Сергеев. Для меня ваше мнение во многих, практически во всех моментах, играет решающую роль при принятии тех или иных решений. Сегодня руководство страны, вы все об этом знаете, призывает граждан к активному участию в местном самоуправлении, то есть идет активное развитие гражданского общества. Но, это ваше мнение по рассматриваемым вопросам, для меня довольно значимо. Депутат законодательного собрания края Николай Иванюшкин, и он же председатель общественного совета города-курорта, ознакомил собравшихся с планом работы на второе полугодие. Дополнение внес председатель совета ветеранов Анапы Анатолий Максимович Гапонов. В ближайшее время помочь ветеранам и пожилым анапчанам с доставкой им почтовой корреспонденции, пока почтовики не наладят работу. В целом план принят. Второй вопрос о совместных действиях общественности по обеспечению межнациональной стабильности. Мэр Сергей Сергеев рассказал, что сделано, чтобы упорядочить контроль за мигрантами из республик бывшего союза, прибывающих в Анапу в основном на заработки. Около 50 анапских строительных организаций привлекают рабочую силу из-за рубежа. Мы предполагаемым работодателям, которые привлекают иностранную рабочую силу, раздали так называемые заявления, которые они должны оформить в наш адрес, где берут добровольно на себя обязательства по круглосуточному контролю за пребыванием этой категории людей у нас на территории, исключив их бесконтрольное групповое проживание, нахождение здесь на территории. Кроме этого, мы организовали ежедневные рейдовые мероприятия. Рейды проводят сотрудники миграционной службы, полиция, администрация, казачество, чтобы пресечь незаконное нахождение на территории города-курорта иностранных граждан. Начальник отдела миграционного контроля Василий Каргулев привел по этому вопросу данные статистики. С начала года в Анапу прибыло 10 700 иностранных граждан, что несколько меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Большая работа проводится по выявлению нарушений правил пребывания. В приемнике распределителей с последующей депортацией на сегодня определены 92 человека. Общественный совет города-курорта принял обращение к работодателям, привлекающим иностранную рабочую силу с целью обеспечить безопасность и покой как жителям города, так и гостям курорта. И третий вопрос не менее важный – об организации движения «Курортный сезон». На заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения было принято решение о целесообразности организации пешеходных зон в следующих местах. Это улица Набережная, улица Горького на участке от Театральной площади до улицы Красноармейской. Поселок Джимыте – это в районе первого проезда, проезда Уральска, улица Морской, Песчаный, Виноградный, Парку и Белийный. Председатель Совета общественности поселка Витязево Сослан Тиблоев и заместитель Атамана Анапского районного казачьего общества Анатолий Кислицкий попросили на время курортного сезона обеспечить дежурство сотрудниками ДПС центральной улицы Витязева-Черноморской, где нарушаются правила парковки и движения, что называется, на каждом шагу. Несмотря на то, что в пик курортного сезона отдел ГИБДД загружен работой, мэр Сергей Сергеев обещал помочь. Я думаю, найдем на Черноморскую, решим что-то. Лариса Басова, Роман Карпов, Анапа-Регион. И еще важная информация. С 22 по 26 июня в Анапе пройдет выставка продажи «Меховая палитра». Летние скидки на все от 20 до 50%. Вещи можно купить в рассрочку, в кредит и без переплат. При покупке шубы жилет из лесы в подарок. Выставка будет работать с 22 по 26 июня с 10 часов утра до 10 часов вечером по адресу город Анапа, угол улиц Крепостная и Ивана Голубца, 30. А на сегодня это все новости. И в завершении выпуска прогноз погоды на завтра. Партнер прогноза погоды – торговый центр «Алиса». Как в стране чудес в этом торговом центре есть все. Важные, приятные и полезные покупки в одном торговом доме в центре города. А на сегодня это все новости. И в завершении выпуска прогноз погоды на завтра. Партнер прогноза погоды – торговый центр «Алиса». Как в стране чудес в этом торговом центре есть все. Важные, приятные и полезные покупки в одном торговом доме в центре города. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса». Исполняет ваши желания. Пятница 21 июня в Анапе будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха в дневные часы плюс 23-25, ночью до 21 градуса по Цельсию. Ветер северо-западный 4,6 метров в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 23 градуса выше нуля. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и клуба танцевального спорта «Луннопарк». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Стань одним из нас. Стань чемпионом. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48333 и 48300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова